Радио Комсомольская правда. Это Радио Комсомольская правда. Мы продолжаем наши эфиры. 3-8-5-0-9-2-3. Телефон в нашей студии. Плюс 7-953-3-8-5-0-9-2-3. Это номер нашего WhatsApp. Туда присылайте свои сообщения и вопросы. Тем более мы сегодня вместе с Марком Аганиным. Это врач-инфекционист, который уже много-много лет занимается лечением больных гепатитами ВИЧ-инфицированных людей. Людей, живущих с ВИЧ. Больных с ПИДом. Врач, который возглавляет медико-санитарную часть. Медико-санитарная часть номер 32. Я замглав врача. В общем, как бы это ни называлось медико-санитарной частью, так или иначе, это больница. Где лечатся люди с такими социально-значимыми болезнями. Мы сегодня в очередной раз напомним, учитывая вот ту волну, которая поднялась вокруг тестов на ВИЧ в Екатеринбурге, так вот, учитывая ту волну, которая по всей стране пошла, вот мы о ней уже говорили, в Екатеринбурге эпидемия, эпидемия. Ну, мы по этому поводу уже успокоили наших радиослушателей в нашем предыдущем эфире. А сегодня просто разъясним какие-то вещи, вот просто на понимание, чтобы в очередной раз наши радиослушатели уяснили какие-то, ну, элементарные такие вот пункты, которые необходимо знать каждому. Мы не будем сегодня говорить, как там опасен или не опасен, передается бытовым путем, не передается бытовым путем, стоит бояться таких больных или нет. Мы сегодня вот попробуем разъяснить какие-то еще более элементарные вещи, да, вот на запоминание. Обязательно поговорим о гепатитах, тем более в предыдущем эфире Марк Аганин рассказал, что гепатит научились лечить, даже гепатит С, который всю жизнь считался заболеванием неизлечимым, который можно только в состоянии... Называли его ласковым убийцей. Да. Так вот, про ВИЧ и про СПИД. По-прежнему сдают у нас все анализы, сдают тесты, и даже тут вот на днях прошла информация, что в Екатеринбурге 75-летняя бабушка пришла сдать тест на ВИЧ и сказала, что у нее вот был там пару недель незащищенный секс, и она хочет убедиться. Давайте мы нашим радиослушателям вместе с вами напомним. Ну, собственно, да, инкубационный период. Через какое время может вирус о себе дать знать? Какое время надо закладывать на то, чтобы, ну, понимать уже, да, произошло заражение или нет? Вот как-то вот так вот поподробнее. Ну, насчет бабушки 75-летней, да, на самом деле, между прочим, 75 лет – это далеко не всегда бабушка. То есть не прецедент вообще? Абсолютно. Вот у меня среди наших группы пациентов есть женщина и 83, по-моему, лет, если я не ошибаюсь. Вот, правда, с неустановленным путем заражения, но зато с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция. Ну, это так, в качестве примера просто. Вот. Что касается проявлений, значит, ну, вот тут четко нужно понимать следующие вещи, да, ВИЧ-инфекция, как и любой инфекционный процесс, подчиняется определенным закономерностям. Ну, то есть развитие инфекционного процесса. Происходит попадание возбудителя в организм тем или иным путем и закономерное для каждой болезни развитие. Вирус, попадая в организм, как бы там в кавычках приживается, оседает, да, в специальных клетках, которым есть чувствительность, тропность, это называется в медицине, у вируса. Вот. В первую очередь это клетки иммунной системы. Вот те самые, да, у них поселяются, они от этого гибнут. Вот так в самых общих чертах механизм развития болезни. И вирус дает о себе знать уже, как правило, через 2-3 недели после заражения. Но что значит дает о себе знать? Дать о себе знать можно разными путями. Вот. То есть первое, что появляется, это и называется инкубационный скрытый период, первое, что появляется у инфицированного человека, почти у каждого, может быть не у всех, но почти у всех, это общая инфекционная симптоматика, так называемая, какая-то небольшая сыпь красноватая, на разных частях. То есть которая, в принципе, и не вызывает никаких там опасений, да? Да, она не вызывает опасений, потому что ничем не отличается от банального ОРЗ. Например. Например, да. Или аллергической реакцией. Или аллергической какой-то небольшой реакцией. Может слегка подняться температурка, заложила нос, вот. Чего-то запершило в горле. В общем, такие рядовые симптомы, с которыми обычный человек собирается и идет на работу. Совершенно верно. Думая, что он, ну, банальную ОРЗ. Простудился чуть-чуть. Простудился, да. Но на самом деле это была та стадия ВИЧ-инфекции, о которой он, естественно, не знал, я имею в виду пациент, которая называется острая ВИЧ-инфекция. Вот. Фаза острая ВИЧ-инфекция наступает как раз-таки через 2-3 недели после инфицирования. И в этот период, что самое неприятное, если сдать анализ, тест на ВИЧ, да, на антитела к ВИЧ, он будет отрицательным. Антитела так быстро не вырабатываются, те, которые мы определяем в анализе. Вот. Они вырабатываются примерно в большинстве, ну, точнее сказать, 95% инфицированных через 3 месяца после попадания вируса в организм, то есть после инфицирования. И вот тогда тест становится положительным. То есть, смотрите, например, человек послушал наш эфир, допустим, да, так. Раз незащищённый половой контакт, так, начинает тщательно следить за здоровьем. Через пару недель, допустим, насморк, ну, неважно, какая-то сыпь, что-то ещё, ну, то есть, да, какая-то такая симптоматика такая незначительная. Так, бежим к врачу. Врач, естественно, да, ну, общий анализ крови, как обычно, мочи, все дела. Ну, да, всё хорошо, ну, вот что-то вот там, вот вам капли в нос, вот вам там, не знаю, там, парацетамол, вот ещё что-то, вперёд. Нужно ли человеку всё-таки быть на стороже и ещё там спустя там 2,5-3 месяца сходить и таки сдать анализ крови, вот уже специально на ВИЧ? Ну, большинство разумных людей, я думаю, всё-таки знают об имевших место в их судьбе рискованных эпизодах, то есть незащищённых половых контактов, в случаях употребления наркотиков, нанесения датурировки и так далее. Не, ну, знать-то знают, но считают ли их рискованными, вот это вопрос. Ну, вот я поэтому добавил слово разумных людей. И поэтому в случае, если у человека был некий риск, и вдруг у него через 2 недели появилась, там, я не знаю, насморк, или там, вот, это вовсе не означает, что у него ВИЧ. Это может быть банальный насморк. Ну, просто ОРЗ, действительно. И, скорее всего, так оно и есть, потому что распространённость ОРЗ абсолютно несравнима с распространённостью ВИЧа. Тем более сезон. Она в сотни раз выше, тем более, что сезон, конечно. Поэтому с большой вероятностью это действительно ОРЗ. А вот. Поэтому после рискованного контакта имеет смысл, не обязательно контакт, а вообще риска, имеет смысл не бежать через 2 недели, так скажем, тестироваться на ВИЧ, потому что всё равно он будет отрицательным. А вот через 3 месяца, да, конечно, имеет смысл. Мало через 3 месяца. А давайте пойдём от обратного. Если человек, ну, учитывая сейчас вот ту волну, о которой я упоминала, да, или, допустим, после нашего эфира, человек пошёл, чтобы убедиться там полностью в состоянии там своего здоровья, сдал анализ, тест на ВИЧ, и у него, допустим, положительный результат. Вот стоит ему сесть и задуматься, да, за прошедшие 3 месяца, вспомнить все симптомы, там, недомогание, насморки, не знаю, там, сыпь, температуру. И опять же, порядка там 3-3,5 месяца назад были ли у него вот какие-то вот подобные контакты сомнительные. Конечно, ретроспективно сделать эпидрасследование, так скажем, собственное, имеет смысл с целью для чего? Для того, чтобы остановить, по возможности, остановить дальнейшее распространение инфекции. Потому что если мы, допустим, человек, ну, вот, скажем, получил, да, положительный тест на ВИЧ, да, сходил к врачу, ему поставили диагноз ВИЧ-инфекции. Сейчас отбросим эмоциональную всю составляющую, понятно, что она там зашкаливает, но, тем не менее, он сделал ретроспективный анализ и решил, что, наверное, источником был вот этот человек конкретный, потому что он подходит по срокам. А много ли людей, получив результаты анализа и увидев, что он положительный, этот результат, кидаются разыскивать своих там или своего полового партнера, чтобы поставить его в известность или выяснить, вот он или не он, например. Может быть, и не он, может быть, ВИЧ до этого уже был в организме. Может быть, и не он. Вот много ли таких людей? Или всё-таки большинство, вот я так предполагаю, наоборот, прячутся и стараются всё это дело, начинают скрывать как-то? Ну вот, как показывает опыт, всё-таки при разговорах с человеком он говорит, не сказать, что всегда, но зачастую, что да, я примерно знаю, откуда я это дело взял. Скорее всего, вот это он или там она, например, да? Или, например, да, я употреблял наркотики, я этого не скрываю или скрываю, неважно. Но, тем не менее, человеку, наверное, всё-таки свойственно любопытство некоторое психологическое. Ему всегда интересно знать, что не ветром же надуло, в конце концов. Но другой вопрос, что это имеет значение вот именно в плане дальнейшего всё-таки предупреждения распространения, потому что ситуации бывают абсолютно разные. Вот просто даже не придумаешь, какие они бывают. Вот, кто-то встречается, говорит, сообщает. У кого-то там драма, у кого-то, наоборот, расходится. Ну, совершенно по-разному. Вот, но если, говорю, если с академической точки зрения подходить, то цель у этого одна, вот эта вот, противоэпидемическая. Ну, а уж для дальнейшего течения не так уж и важно, откуда, собственно, что взялось, потому что факт остаётся фактом, и с этим надо уже дальше что-то делать. Так, у нас телефонный звонок, мы быстренько его примем перед коротким рекламным блоком. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я гражданин другой страны, тоже мигрант. А можно ли мне прийти, куда надо прийти, чтобы дать анализы? Ну, давайте мы... Подождите буквально пару минут. Да, мы, к сожалению, вынуждены прерваться. Короткий рекламный блок. Полторы минутки мы вернёмся и дадим координаты и рекомендации. Не переключайтесь. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА КОМСОМОЛКИ, ВЕЛИКИЕ УМЫ РОССИИ УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ГЕНИЕВ РОССИЙСКОЙ НАУКИ ЛОМОНОСОВ, КУЛИБИН, КОРОЛЁВ, ЦИАЛКОВСКИЙ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ НОВЫЙ ТОМ ПО РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЦЕНЕ 199 РУБЛЕЙ В КИОСКАХ ГОРОДА 12 ПЛЮС ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ В ЕКАТЕРЕНБУРГЕ 379-27-73 Продолжается программа «Личные деньги». Еще раз напоминаю, что сегодня в студии Николай Владимирович Вардвуль. Гость студии. Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир. Это «Радио «Комсомольская правда». Напомню, в студии у нас Марк Аганин, врач-инфекционист. Говорим сегодня в очередной раз про СПИД. Собственно, такой предупреждающий у нас эфир. И немножечко, опять же, занимаемся ликвидацией безграмотности. Просто есть какие-то вещи, которые давно все знают. Но есть еще и некий набор знаний, которые необходимо иметь каждому в голове на всякий случай. Сроки, инкубационный период и прочее. Перед рекламным блоком у нас прозвучал звонок в студии. Человек, гражданин другой страны, но живет, работает здесь. Может ли он пройти, сдать анализ, тесты и прочее? Да, он может обратиться в Свердловский областной центр СПИД по адресу Ясная, 46. Ясная, 46? Да, и сдать там кровь, узнать детали и подробности этого. Он может, позвонив по телефону 313-031. Это телефон доверия областного центра. Ему там подробности эти все расскажут. Есть другая возможность. Можно воспользоваться мобильным пунктом тестирования на ВИЧ, которые периодически приезжают в различные людные места города. Расписание работы мобильных пунктов висит на сайте областного центра СПИД, который легко найти в Яндексе, например. Вот такие возможности. Да, в общем, все достаточно несложно. 313-031-031-031-031-031-031-031-031-031. Номер телефона. Туда можно позвонить. Это телефон доверия нашего областного центра СПИД. И можете там прямо задать вопрос, когда я могу прийти? Да, когда, чего, куда, зачем? Вам прямо разъяснят со скольки до скольки. Все это, в общем-то, занимает несколько минут, по большому счету. И вам скажут, когда прийти за результатом. Убедитесь в состоянии своего здоровья. Сообщение у нас от радиослушателя. Ужас, ужас. Теперь перед каждым сексом надо справку брать у потенциального партнера. Или это крайность? Ну, это, наверное, все-таки крайность, конечно. Потому что если половые контакты с каждым партнером будут защищены презервативом, ну, тогда это, в общем-то, безопасно считается. А что касается длительного совместного, так сказать, проживания и планов на жизнь, ну, вот я бы, как врач, все-таки рекомендовал перед серьезным, так сказать, выбором перед своим сходить и одновременно сдать кровь не только на ВИЧ, а еще и на гепатиты, и на сиферис. В общем, на инфекции передающиеся половым путем и жить спокойно. Но есть одна оговорочка. Сходить надо или вместе, просто вместе, или показать друг другу результаты анализов. Непосредственно со штампами. Почему? Потому что я был удивлен, но когда в практике мне встречались не один, и не два, и даже, может быть, не десять случаев, а больше, когда партнер, или особенно партнерша, женщина доверчивая, говорит о том, что он проверялся, я знаю, значит, он все сдавал, у него все хорошо, а я-то знаю другое, что он меня научится встретить по ВИЧу. О, Господи, Господи. Вот, то есть как бы он об этом ей не сказал, он просто ей устно сказал об этом, и все, и она ему, естественно, поверила, но как не поверить. Ну, тут все просто, да, если отношения серьезные, то сходите вместе. Я думаю, что это не будет никаких проблем, там, сдать анализы, там, весело хохоча. А если отношения, ну, так на раз, и такое бывает, к сожалению. То есть презервативы. То есть презервативы. Да, 3850923. Алло, здравствуйте. Сергей Екатеринбург, вот такой вопрос у меня. Вот на Е1 читал, что 27 тысяч екатеринбургцев в ВИЧ-инфекции заражены. Такой вопрос, сколько из них заразились через татуировки, через пирсинг? И если, как бы, такой был момент, стоит, через какое время стоит провериться, как часто передается через татуировки? Хорошо, Сергей, спасибо вам за звонок. Ну, вот давайте через сколько провериться, мы уже, в общем-то, про сроки сказали, да? Повторюсь, да. То есть если был некий рискованный эпизод, то есть незащищенный половой контакт, тату, пирсинг употребления наркотиков, то имеет смысл первый раз сдать кровь через 3 месяца после этого контакта. Это будет означать, то есть из 95% вероятностью у человека появится положительный тест в случае заражения. Но для полной гарантии имеет смысл еще сдать кровь через 6 месяцев после риска и через год после риска, потому что все-таки у долей процента населения, значит, выработка антител происходит только к году. Вот, но через 3 месяца можно быть на 95% спокойным. Вот, а что касается статистики по долям инфицирования, вот изначально, когда у нас пошла только эпидемия в 2000 году, в начале 2000-х годов, абсолютное большинство инфицированных, порядка 90 с лишним процентов, это были заразившиеся при употреблении наркотиков. На сегодняшний день все больше и больше крен уходит в сторону полового пути. Пока, действительно, порядка 52-53% это все-таки наркотический путь среди всех вновь выявленных. Вот, а единицы процентов уходят на прочие, в том числе тату-пирсинг. Вот, поэтому это не более чем единицы процентов. Единицы, да. Ну, разумеется, что контролируются тату-салоны не так прям скрупулезно там надзорными органами, Ну, это мое субъективное мнение. Мне тоже так кажется, да. Но вот во всяком случае, это действительно, это единичные случаи по всей стране, даже по всей стране единичные случаи, кстати. Вот, поэтому тут переживать не стоит, но, разумеется... Нет, переживать стоит. Я имею в виду, но убедиться, так же, как и в салоне, там, если ты пришел на маникюр, да, что все инструменты там либо одноразовые, либо они там стерилизуются, и, в общем-то, это должны вам показать и продемонстрировать. Желательно, да. Да, да. В общем-то, это нормальное совершенно требование, и все. Вот. Ну, и, конечно же, там, если вы собираетесь сделать татуировку, то выбирайте какой-то такой салон с достаточно высоким уровнем, потому что... Все-таки с рекомендациями. С рекомендациями, да. И, в общем-то, там все видно. Оснащенные, там, кварцевыми лампами, машинками специальными для обработки инструментов и так далее. Вот. Так, сообщения у нас от радиослушателя. Есть такие, которые сознательно стараются как можно больше заразить, ну, от злости, там, или от безысходности, да? Уголовно наказуемое это или нет? Ну, да, мы про это уже говорили. И что грозит людям, которые вот сознательно, например, заразили кого-то еще? Мне за мою 15-летнюю, уже, наверное, даже больше практику, случаи преднамеренного, то есть умышленного, вернее сказать, заражения людей, их ВИЧ-инфекцией неизвестны. Все-таки, наверное, это больше к разряду городских легенд относится, и корни у него идут еще с тех спидофобских времен, когда называли спидчума 20-го века, там, и все такое, про оставленные иголки там в кинотеатрах и так далее. Вот. Все-таки, наверное, это к разряду легенд относится. Но, тем не менее, за инфицирование ВИЧ, вернее, даже не так, существует статья Уголовного кодекса 122, которая предусматривает за постановку в угрозу инфицирования и инфицирование ВИЧ-инфекции лицом, которое знало у него наличие этой инфекции, иного лица, уголовное наказание в виде, вплоть до лишения свободы, не скажу сейчас точно, по-моему, там до трех, что ли, лет. Как максимум, или до четырех. Более того, у нас такие прецеденты, правда, единичные бывали в Свердловской области, люди получали реальные сроки за это дело. Поэтому каждый человек, который выявляется и приходит к врачу, в том числе при постановке на учет, подписывает информационную бумагу о том, что он ознакомлен об ответственности за постановку и так далее. Вот недавно на одном из сайтов была опубликована информация про то, что, опять же, может быть, из-за всей этой шумихи, поднятой недавно, у нас чуть ли не самое сознательное население, которое идет сдавать анализы. Вот, может быть, как раз из-за этого. Ну, вот выявляют, да, там порядка 25 человек, там чуть ли не ежедневно или еженедельно, боюсь ошибиться. Есть такая статистика, дескать, что вот из 25 выявленных, 15, это, ну, там, больше половины, да, это те, кто заразились не вчера, сегодня, а вот там в начале 2000-х. Это действительно так? Нет, ну, нет, конечно. Ну, чтобы дожить с начала 2000-х до 16-го года... Уже умерли бы все? Ну, умереть, может быть, и не умерли, но были бы больны-то, скорее всего. Нет, есть, конечно, люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией длительный срок, бессимптомно, но их абсолютное меньшинство. Вот, по крайней мере, на моей памяти из, ну, вот на сегодняшний день порядка 500 группы человек, всего два человека, на сегодняшний день, две женщины, которые действительно инфицировались в начале 2000-х путем употребления наркотиков, но на сегодняшний день с ними ничего ровным счетом не происходит. Да, они выдают положительный тест, да, у них определяется вирус в крови, но они не болеют и тем более не умирают. Они чувствуют себя прекрасно. То есть такие носители? Не носители, нет, это больные. Но есть такая группа людей, которые называются нон-прогрессор, английское слово, да, то есть в силу врожденного дефекта иммунной системы, генетически обусловленного, есть такой, вирус не может полноценно размножаться в их организме. Да, он немножко там размножается, но этого уровня недостаточно для развития полной картины ВИЧ-инфекции, и СПИДа, и тем более смерти. Вот. И такие люди есть, их еще называют элитные контроллеры, это синоним. Это очень интересно, потому что это один из путей перспективных, возможно, лечения и излечения ВИЧ-инфекции. Как в фильмах ужасов, да, когда человек, вирус в организме есть, а при этом никаких симптомов не выдаёт. То есть вот этот дефект, который у него есть, позволяет организму защищаться. И как бы его привить другим людям, то есть смысл в этом, этот дефект. То есть, возможно, где-нибудь в недалёком будущем придумают таки спривистку? Нам насчёт далёкого-недалёкого не могу сказать, но это один из путей стратегии искоренения ВИЧ-инфекции как болезни. Называется генная терапия. Если кому интересно, они могут почитать в интернете генная терапия ВИЧ. И про Тимоти Брауна, берлинского пациента, интереснейший случай и так далее. Вот. Единственный в мире на сегодняшний день случай излечения от ВИЧ-инфекции. То есть всё-таки есть? Да, да, да. Пациенты... Слушайте, задам вопрос от радиослушателя. Да, да. Бывают ли такие ситуации, спрашивает нас, радиослушатель, когда вот вертикальный путь, да, вот заражение, когда от матери ребёнку, или, например, там, половой контакт, ну вот раз не срабатывает, половой контакт с ВИЧ-инфицированным там был, или мать беременная там есть ВИЧ, а ребёнок рождается здоровый, или, например, половой контакт и не один, а партнёр раз и не заразился. Конечно. Бывает? Конечно. И это абсолютно не противоречит. Но не надо на это надеяться. Нет, на это не надо надеяться, но просто нужно знать, что это бывает. И бывает достаточно часто. И это абсолютно соответствует закономерностям развития инфекционного процесса, как и при любой инфекции, так и при ВИЧ-инфекции. То есть состояние организма и иммунной системы. Да, в том числе, не иммунная система. Да, это зависит от нескольких факторов. Как ни парадоксально, может быть, было бы слышать, но ВИЧ-инфекция относится к малозаразным инфекциям. Что это значит? Это означает, что вот есть высокозаразные инфекции. Это вот, например, грипп, острая инфекция. Для того, чтобы заразиться, достаточно, чтобы по воздуху прилетело, ну там буквально с десяток вирусов гриппа, и попало на слизистую оболочку. Чума инфекция, да, про которую мы уже забыли, но тем не менее, для того, чтобы заболеть чумой, достаточно одной бактерии, чтобы она попала в организм. А вот для того, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией, нужно десятки и сотни тысяч вирусных частиц, чтобы единовременно попали в организм. Попадет меньше, заражение не произойдет, вирус не приживется и погибнет. Трудно заразиться и практически невозможно вылечиться. Это уж другой вопрос. Да, вот. И поэтому это называется инфицирующая доза, вот количество вот этого. И в том случае, когда вот произошел, допустим, незащищенный половой контакт, но у человека, у источника ВИЧ-инфицированного, в крови мало вируса, он неактивно размножается, да, то в секрете слизистых половых путей количество вируса недостаточно для заражения, не достигается инфицирующая доза. Вот. И поэтому заражение не происходит. Повторюсь, но надеяться на это не надо. Короткий-короткий блок новостей. После этого продолжим. Не переключайтесь. ГОСТЬ СТУДИИ РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В Екатеринбурге 15 часов 30 минут. В студии Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Вы слушаете новости на Радио Комсомольская Правда. Екатеринбургские следователи озвучили предварительную причину смерти шестилетней девочки в детском саду номер 131, как сообщает Пресс-служба регионального следственного управления СКР, у ребёнка были проблемы с сердцем. Трагедия произошла утром 12 декабря. Девочке резко стало плохо в раздевалке садика. На место приехала скорая помощь, но медики не смогли спасти ребёнка. При этом родители несовершеннолетние утверждают, что малышка была абсолютно здорова и в тот день ни на что не жаловалась. Как сообщил официальный представитель следственного комитета Александр Шульга, точная причина смерти будет известна после проведения гистологического исследования, которое обычно проводится более одного месяца. Сейчас продолжается доследственная проверка. Сотрудниками СКР проводятся опросы родственников, знакомых и очевидцев. Известно, что ребёнок воспитывался в благополучной семье. Городома Екатеринбурга приняла в первом чтении проект бюджета на 2017 год. Доходы утверждены в объёме 33,2 миллиарда рублей, расходы 34,1 миллиарда. Дефицит составит 866 миллионов. Власти уральской столицы рассчитывают на дополнительные поступления из областной и федеральной казны. Как сообщила депутатам, исполняющие обязанности начальника департамента финансов городадминистрации Анна Турунцева, в прогнозе на три года ожидается падение доходов бюджета на 2 миллиарда рублей, в основном за счёт уменьшения объёмов поступлений из регионального кошелька. На исполнение социальных обязательств это не скажется, поскольку речь идёт главным образом о деньгах, направляемых на подготовку столицы Урала к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Как пояснил замглава администрации города Андрей Кореуков, надо признать, что в 2019-м у нас уже не будет чемпионата мира и, соответственно, поступлений в бюджет для подготовки к нему. Это были новости на 92.3 FM. Эти и другие события в подробностях на сайте kp.ru. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, Марк Аганин в нашей студии, врач-инфекционист. В очередной раз говорим про спит. И вот, учитывая те вопросы, которые присылают наши радиослушатели, всё-таки ещё по-прежнему, да, много вопросов у нас возникает. Но я услышала одну очень важную вещь. Я надеюсь, что все запомнили про сроки, инкубационный период, про те сроки, когда стоит идти сдавать анализы на какие симптомы, стоит обращать внимание. Разумеется, стараться никаких незащищённых, сомнительных половых контактов. Ну, рисков надо избегать, конечно. Да, любых рисков. Это неразумно просто. Вот. Ну, в пределах разумного, конечно, потому что не надо по-прежнему бояться. Я напомню, что эти заболевания передаются бытовым путём. Нет, крайнести вообще плохо. Да. То есть кидаться в ужасы, в панику, в спидофобию, это уже психиатрия. Это неправильно. Все показания, показатели медицинские, в общем, наталкивают на мысль, что в каком-нибудь, ну да, тут повторимся мы, наверное, оба, в далёком-недалёком будущем, ну, таки научатся лечить ВИЧ и СПИД. Тем более, что вот один беспрецедентный случай пока в мире уже есть. Есть, да, излечение от ВИЧ-инфекции. Я буквально вкратце расскажу, потому что там, если подробно разбирать, там это вообще... Нет, мы не будем подробно, я почему вообще про это завела разговор и к этому вернулась. Потому что ведь был период, да, ну ещё совсем недавно, когда считалось, что гепатит С тоже болезнь неизлечимая. Да. Да. Но научились же лечить? Научились. Мы же с вами говорили об этом в прошлой программе. Да. Так, глядишь, ВИЧ-спит тоже не за горами. Вот давайте мы сейчас чуть поподробнее остановимся как раз на гепатитах. И точно так же в качестве ликбеза нашим радиослушателям разъясним. А, Б, С. Для некоторых это вообще всё одна, одно и то же. Гепатит и гепатит. Кто-то так, ну скептически, так со смехом считает, что гепатит А вот та самая желтуха, болезнь Боткина, которую там мы все знаем, там прививки там и прочее, когда человек желтеет и в общем-то... Вот, Б и С, да, вот чем они различаются и, ну, почему врачи, в частности Марк Аганин, который у нас сейчас в студии, так рады вот этому прорыву, тому, что гепатит С уже можно излечивать полностью. Да. Гепатиты, наверное, обратили внимание, я их всегда называю во множественном числе, потому что это не одно какое-то заболевание там гепатит, да, а их группа. Я сейчас говорю про вирусные гепатиты, потому что бывают ещё не вирусные, токсические, алкогольные, например, гепатит, но это сейчас не та тема. А вирусные гепатиты — это группа заболеваний, которые вызываются разными вирусами и являются, по сути, разными болезнями, но только поражающими один орган — печень. И вот эти вот буквы — это те самые разные болезни. Гепатит А — это одна болезнь, гепатит Б — это другая болезнь, но при всех них страдает печень. Но страдают по-разному. Вот, допустим, гепатит А — это вообще, она относится к кишечным инфекциям, да, то есть там, как правило... Грязная вода, палочка. Грязная вода, водяной путь — это самый, так сказать, главный путь для гепатита А. И Е, кстати, тоже гепатиты А и Е, они родственные. Вирус попадает в организм, живёт в печени, её разрушает. Но чем хорош гепатит А? Тем, что, во-первых, от него есть прививка, А, во-вторых, он не склонен к хронизации, как к Ц или Б. И он проходит и проходит, к счастью, бесследно. Вот. А почему тогда, например, когда человек сдаёт анализы, например, или хочет быть донором, один из первых вопросов, которые ему задают, да... Была ли желтуха? Была ли желтуха, да. Потому что, когда мы сдаём кровь, мы не знаем, от чего у человека была желтуха. Может, это был острый С когда-то, а может, острый А, а может, вообще какой-нибудь там, Б плюс Д. То есть тут вариантов много может быть, но в любом случае человек, имевший опыт перенесения гепатита, лучше перестраховаться. Я имею в виду даже кишечного, в кавычках, гепатита А или Е. Что касается Б и С, это тоже разные болезни, но они обладают двумя плохими, так скажем, качествами. Первое, они передаются, как и ВИЧ, через кровь половым путём, особенно Б. И второе, они очень склонны к хронизации и трудны для излечения. В частности, Б до сих пор считается полностью неизлечимым, а вот С до недавнего времени тоже был неизлечим, но сейчас излечим. Вот. Не зря... Да, и ещё второй момент, что гепатиты Б, С хронизируются, они не просто хронизируются, да, а они через определённое количество времени, как правило, там много лет, особенно для С характерно, длительное течение, там, 10, 15, 20 лет. Сидит, 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 а потом раз. Да, а потом раз и цирроз. Вот. И причём он все эти 20, там, 15 лет себя абсолютно никак не проявляет. Ну, как максимум может быть лёгкая желтушка когда-то там, которую человек даже не заметил. Лёгкая желтушка, которую можно не заметить, например, на фоне загара. Да. Какая-то пигментация, на которую после отпуска человек может не обратить внимание. Совершенно верно, да. Может быть, дискомфорт там какой-то в правом подреберье из послежирной пищи, но у кого его нету, вот поэтому. Но потом, длительное течение гепатита в очень большом проценте случаев приводит к циррозу, к перерождению печени в соединению ткани. Ну, я упрощаю, но смысл в этом. И потери печени, потери функций печени. Причём зачастую или иногда в считанные дни. Жил-жил человек, а потом раз, пара недель, и цирроз его съел. К сожалению, да. Цирроз развивается из подваль медленно, а потом декомпенсируется буквально. Бывает, я не говорю, что всегда, но часто я сам наблюдал эти грустные случаи, когда он декомпенсируется моментально, буквально за несколько недель, и человек погибает. И второй исход гепатитов, что С – это рак печени, который развивается, как правило, на фоне цирроза. Риск его не такой высокий, как развитие цирроза. Но, тем не менее, существенно значимо и в разы повышается, чем у человека без гепатита. И с циррозом, и с раком, к сожалению, сделать ничего нельзя. За исключением пересадки печени, что далеко не всегда реально. Хотя пересадку печени выполняют в Екатеринбурге в том числе. Но это отдельная тоже тема. Ну, это такой крайний случай, знаете ли. Это совсем крайний случай. Поэтому давайте мы не будем об этом. Давайте мы, во-первых, да, еще раз радостная новость, что гепатит С лечат. Лечат у нас в области, к счастью. Излеченные уже есть пациенты, у Марка Аганина, вот в частности. Да, чему он вообще невыразимо рад. Да, сообщение от наших радиослушателей. Опять же, случай с гепатитами. Если все-таки это не ярко выраженный гепатит А, когда ты желтый, там, как, простите меня, житель самой густонаселенной страны, а когда, ну вот, на что обращать внимание вот вдруг человеку, да? Ну, понятно, да, после жирной пищи, может, там, поджелудочная, или печень, там, чего-то, у всех может. Или человек, там, хоп, новогодние запои, вот, ты ничего, да, там, приезжала печенка, у всех один рецепт пошел, купил эссенциали, пропил, молодец, всем похвастался. Вот, тем не менее, на какую симптоматику обращать внимание, чтобы, ну вот, если не заподозрить, то, ну, для себя самого получить повод пойти и сдать анализ, например, на гепатит. В первую очередь надо, конечно, на желтое окрашивание кожи и слизистых обратить внимание. Первыми, вот то, что я называю... Слизистые чего? Во рту глаза? Сейчас я скажу, что, глаз. На самом... Вот эта желтуха и называется. Желтуха, на самом деле, не болезнь. Желтуха — это симптом. Вот то самое желтое окрашивание. Первыми окрашиваются глаза, склеры глаз. То есть прямо вот там, где белки, они становятся желтыми? Они становятся не то, что безжелтыми. Они могут быть совсем ярко-желтыми, но это редко бывает. Они становятся желтоватыми. Это очень хорошо видно в зеркале. А вот так врачи, почему века нижняя вот так оттягивают? А потому что под конъюнктивой лучше видно, там сильнее окрашивается. Вот. А это очень хорошо видно в зеркале, когда утром умываешься. Глазки желтые. Очень хорошо. А кожу тоже... Кожа окрашивается позже, уже при более высоком уровне билирубина, но это тоже можно заметить. Потом, во-вторых, стоит обратить внимание на... Вообще специфических, собственно, симптомов-то у гепатита и нет. Вот. Поэтому даже желтое прокрашивание кожи вовсе не говорит однозначно о гепатите. Это может говорить о другой радости в кавычках. Ну, например, о желчнокаменной болезни. Ага. Вот. Поэтому специфических симптомов нет. Тут, да, я еще одного парикмахера видела, который автозагаром перемазался. Вот был, да, морковного цвета. Вот, пожалуйста. Моча гепатита. Да. Второе, на что следует обратить внимание, это темное окрашивание мочи. Моча как чай. Вот. Да. Разные крепости, но тем не менее. А светлое, наоборот, обесцвечивание, светлое как бы окрашивание стула. Вот. Это тоже не специфические, но частые при гепатите симптомы. Все остальное, там усталость, повышенная утомляемость, значит, дискомфорт в области правоподреберья печени. Ну, я бы не стал на этом зацикливаться, потому что это уж совсем не специфичные симптомы. Ну, если у человека в нормальном состоянии, там, белки глаз, например, да, ну, светлые, белые, да. Заметили там какую-то желтизну, там, желтоватый оттенок вперед. Можно обратиться к терапевту. Сходили в туалет и видите, что, да, я не знаю. Цвет не тот. Цвет не тот, да, темнее, чем обычно. Не это. Но я помню там вот в детстве, помню эти витаминки, вот аскорбинки. А сейчас нет таких. Да, сейчас таких нет. Но, естественно, есть какие-то там лекарственные препараты. Нет, но есть лекарственные препараты. Но если вы не пьёте никакого... Мы имеем в виду обычного человека, который неusia какие лекарства не пьёт, всё вроде бы хорошо, но вот вдруг там где-то желтизна, там где-то оттеночек, тут вот вроде утомляемость, тут вдруг вроде бы, да, у человека, не склонного к пигментации, вылезли какие-то пигментные пятнышки, печёнка поддавливает, в унитазе наблюдаем не тот цвет непривычный. Идем к терапевту, сдаем в первую очередь биохимический анализ крови, даже не общий, а именно биохимию. И там все эти изменения у всех в 100% случаев есть. При гепатитах, там неважно, впервые выявленных или еще там каких-то обострениях и так далее. Теперь вот коротко, у нас буквально минутка. Если все-таки выявили гепатит, то... Планомерные работы над этим, работы с врачом, работы над собой, приемы таблеток по режиму и так далее. И все. И на сегодняшний день это проблема решая моя, что Б, что С. Другой вопрос, какими силами и средствами, но вот это уже предстоит выяснить в беседе с врачом. А врач это должен быть или инфекционист, или гастроэнтеролог, который тоже может заниматься лечением вирусных гепатитов. Я думаю, что мы еще подсоберем вопросов и еще позовем вас в эфир. Хорошо. Не, ну понятно, что как бы есть какие-то заболевания, которым мы все подвержены, прививаемся, грипп там и прочее. Есть сезонные, есть в принципе разная целая куча там недомоганий, которые свойственны нам всем на Урале, особенно там в середине какого-то холодного сезона. Вот. Но есть еще и заболевания, от которых можно подстраховаться, можно не заразиться, если вести себя аккуратно, в пределах разумного, разумеется, но и опять же, которые можно вылечить. Да? Совершенно. Спасибо Марку Аганину, врач-инфекционист, был в нашей студии. Я очень надеюсь, что не в последний раз. Инна Боева была также с вами. Оставайтесь с Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда